Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствуем вас на видеоканале Squatboard Shop. Сегодня у нас очень интересный рассказ про коллаборацию Girls Skateboard и такого бренда, как Hello Kitty. Замечательный скейт-бренд, прям уже чувствую, как вы здесь заржали. Но зря, зря, друзья, потому что рассказать действительно много всего интересного. Опять напомню, я не райдер. Да, у меня есть один скейт, и, наверное, если бы вы увидели, как я на нем катаюсь, вы бы очень сильно засмеялись. Но я и не пытаюсь, как говорится, в райдер, я и не пытаюсь в скейтбординг. Есть замечательные ребята на этом канале, которые расскажут и историю скейтбордингов, и различные технические моменты оборудования для этого замечательного времяпровождения. Я же человек, который может рассказать что-то очень интересное про коллаборации, связанные со скейтбордингом, но не со стороны, опять же, скейтборда. Поэтому сегодня мы будем говорить о коллаборации Girl и Hello Kitty, и будем говорить больше, скажем так, через призму истории Hello Kitty. Кстати, кстати, опять же, пока не забыл. Всем так нравятся замечательные творческие конкурсы, которые проходят на этом канале, что хочется сделать анонс еще одного конкурса. Опять же, досмотрите до конца, будет много интересного, в конце и веселого будут интересные задания для конкурса, обязательно про него расскажем. Но сначала не про конкурс, сначала про Hello Kitty, или, как он называется в Японии, Hello Kitty. Итак, 1974 год. Компания Sanrio, которая производит различную одежду, решает ввести нового персонажа. Причем, что мне понравилось во всей этой истории? Sanrio могла бы делать просто любые рисунки для той одежды, которую она производила. Но они решили нанимать иллюстраторов и для каждого персонажа, который они рисуют, придумать какую-то историю, которая есть за ним. Так произошло и с Hello Kitty, который появился в 1974 году. Изначально, так как компания Sanrio уже была популярна в Штатах, было очень и много метила на американский рынок, на дальнейшее его развитие. Было много персонажей, которые типа были американцами. Но решили использовать еще одну большую англоязычную страну, а именно Англию. И появился вот этот вот персонаж. Маленькая такая котенка, не побоюсь этого слова, которая на самом первом рисунке была изображена рядом с бутылочкой молока и рядом с аквариумом, в котором находилась маленькая рыба. Внешне она практически не отличалась. Все такая же большая мордочка, вот такой вот небольшой бантик здесь, маленькие глазки. Считается, что это породия японский бобтейл. Честно сказать, я в породах кошек не особо разбираюсь. Я больше по таким дворовым кошкам и по помощи им. Но, в общем, придумали такого котенка. Еще один момент, который сразу же бросался в глаза, и на который тоже сам иллюстратор делал акцент, что у нее нет ротика. Когда спросили, а почему так, было предложено два варианта объяснения этого. Первый, это что мы оставляем свободу для персонажа радоваться или грустить с тем человеком, который приобретет вещи с Hello Kitty. То есть, если он сегодня, например, не в очень хорошем персонаже, ему хочется погрустить, котенок тоже можно сказать, что грустит. Если наоборот он радуется, то представьте, что он улыбается. И второй момент, второй вариант интерпретации вот этого отсутствия улыбки или грустного смайлика на котенке, это потому что она говорит от своего сердца. Действительно очень мило, очень так все кавайно получилось. Вообще считается, что как раз вот Hello Kitty – это самый, наверное, яркий представитель вот этой вот кавайной японской поп-культуры. О популярности этого персонажа говорит следующее, что в Японии находятся три тематических парка, посвященные Hello Kitty. Представляете? Ну, нет, я, конечно, был, например, в Таганроге или в других странах. Там тоже есть парки. Ну, в Таганроге называется парк Горького, например. И в этом парке есть аттракционы. И на одном из них нарисована чебурашка. Очень страшная чебурашка. Я бы не хотел, чтобы такой чебурашка приходил ко мне во снах или в жизни. Вот. Но это не считается тематическим парком. А в Японии это прям огромный тематический парк, посвященный Hello Kitty и ее вселенной. У Hello Kitty было большое количество коллабораций. Наверное, самые близкие это с Buffing Ape, тоже японским таким брендом. Просто огромное количество вещей. Вообще, это реально целая империя. Считается, что это вторая по популярности японская франшиза после покемонов. И в этом году, когда бренду исполнилось 45 лет, решили сделать вот такую интересную коллаборацию. Тут тоже такой момент, да, что типа, ну это же для девочек. Это совсем как бы там, ну для детей. Не надо путать герл скейтборд, ну девочка, да, и девочек, которые девочки. Вы че? Ну, тут такая история, что из-за почтенного возраста Hello Kitty сейчас ее создатели говорят, что мы не против, что она интересна и более старшим людям. И кто-то будет покупать ее как прикол, кто-то будет покупать ее, ну потому что действительно что-то такое милое. А для кого-то это, ну, реальные воспоминания о счастливом детстве, там, в школе, в детском саду, еще где-то. Так и получаются такие интересные коллабы. Вообще, смотрите, даже уже невооруженным взглядом видно, что деки-то здесь разные. Вот это дек шириной 7,5 и это дек шириной 8. По сути дела, это даже такие детские скейтборды. Поэтому, если вдруг у вас есть младшая сестра, которой не жалко, или дочь, которую вы хотите, чтобы она каталась на скейтбординге, или, не знаю, ну, блин, говорить о маленькой подруге, как-то все-таки это у нас еще, даже не еще. Ну, короче, ладно, не будем затрагивать эту тему. Тем более, с меня все обвинения были сняты еще в прошлом году. Да. Вот. Короче, замечательный подарок девочке-подростку или просто подростку. Как говорит Адам Сэндлер, я никогда не бью своих детей. Но когда они, ну, когда мой сын меня очень сильно бесит, я отправляю его в школу, обутым в кроксы и одетым в футболку с Джастином Бибером. И его одноклассники делают все сами. А дека, она уже более взрослая. 8,37 по ширине. С внешней стороны она такая у нас двухцветная. Есть еще и замечательная наклеечка Girl. Вот такая вот интересная кавайная вещь. И, понятное дело, конкурс, конкурс, о котором я говорил. Конкурс тоже у нас будет сегодня не совсем простой. Нам нужно больше просмотров. Я, конечно, понимаю, что вы готовы смотреть это дальше и дальше, много и много, но распространяйте это видео, сделайте, чтобы просмотры набирались. И как только мы наберем 5 тысяч просмотров, мы разыграем деку между теми людьми, которые в комментариях ответят, зачем девочкам скейтборд? Пишите любые комментарии. Можете писать бред, можете писать действительно интересные научные рассуждения, можете писать не один комментарий. Рандомно мы выберем. Так вот, один из авторов комментариев на выбор может себе выбрать. Либо вот этот набор. Кстати, здесь у нас стоят подвески Royal бланковые и колеса тоже Girl. Либо деку, либо что еще есть на сайте из этой коллаборации. Главное, чтобы у нас было 5 тысяч просмотров, и вы оставили комментарий. Огромная благодарность. И раз уж опять Hello Kitty, давайте немножечко опять заведу свою шарманку про помощь животным, собачкам, кошкам. Даже если не хотите помогать, просто не обижайте их. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!